сегодня в венеции идет дождь сейчас посмотрим сильно или нет зато пикнет в общем поедем много странно но венеция и континентальная италия до которой всего 4 километра расположены на разных тектонических плитах адриатическую плиту на которой стоит венеция потихоньку затягивает под евразийскую на которой стоит италия это и есть главная причина повышения уровня воды вокруг венеции они дожди и волны и глобальное потепление погода сегодня в венеции пришлось надеть такой дождевичок ну что будем смотреть надеюсь не затопит ее сегодня помните я уже говорил что через гранд канал пролегает всего 4 моста и это самый новый и модный мост конституции построили его для туристов чтобы соединить площадь рима куда приезжают все автобусы с железнодорожным вокзалом санта лючей вот оттуда мы пришли с площади рима и идем в сторону площади сан марко но как не остановиться и не посмотреть на такой типичный венецианский пейзаж городской вот перед нами набережная святой лючей раньше здесь стояла церковь но ее в девятнадцатом веке снесли а на ее месте построили железнодорожный вокзал а мощи святой лючей которая исцеляет от слепоты перенесли в церковь святой еремии мы ее увидим этот район называется санта кротч или святой крест и назван он в честь монастыря которые уже снесли на его месте построили общественный парк пападополе вот он слева и мы поэтому парку обязательно погуляем вот парк украшен такими скульптурами и как вы понимаете венеции землей проблемы но тем не менее умудряются на таких клочках земли устраивать парке и сейчас мы прогуляемся посмотрим как он выглядит дождь лил целую ночь но смотрите в парке сухо ну понятно он на горке находится но тем не менее дорожки так здорово сделаны сюда люди заходят покурить и выгулять животных в целом вот так вот вот там он уже заканчивается но смотрите какие деревья большие замечательно вот еще одна красивая набережная таллентини идет она от знаменитой церкви святого николая таллентийского посмотрите как волны красиво играют вот собственно говоря мы на площади таллентини вот она церковь во время австрийской бомбардировки в 19 веке в нее попало ядро и в честь этого в фасаде вот такое круглое отверстие оставили смотрите церковь внутри очень красивая смотрите это классическая барокко в темных переулках венеции вот идешь идешь раз такой вот даже не знаю переулок это или что с нормальной улице на полном серьезе говорю в этих переулках путаются сами иницианцы и кстати видите в таких условиях трудно что-то утаить от соседей поэтому здесь не может быть личной жизни в общем видите как тротуары пешеходные зоны выполнены смотрите какие переулочки чтобы поняли что такое венеция раз и здесь еще куда-то 67 и мы ищем и уже нашли дом шестьсот шестьдесят шесть в венеции у домов сквозная нумерация от единицы и до бесконечности и поэтому такие необычные номера у домов вот попробуйте найдите здесь что нибудь мы снова на гранд канале прямо перед вокзалом санта лючия итальянцы провожая и встречая близких говорят им чао а между прочим это слово происходит от венецианского выражения с кьява в остров и означает ваш покорный слуга а сейчас мы по мосту скальце пойдем вон в ту церковь святой марии из назарета ну и на вокзал заглянем обязательно смотрите какой красивый фасад узнаете стиль архитектора бальдасар и вангены меняю третий дождевик уже за сегодня и 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 ну такая вот венеция в дождь знаете дождь очень теплый на самом деле тепло но просто все мокнет аппаратура и записывать сложно а так никакого дискомфорта вот так вот выглядит церковь сан симеон эпикола помните про которую наполеон сказал купол без церкви построена она в честь апостола христа симона канонита про которого известно то что он проповедовал учения христа на черноморском побережье в грузии и где-то там его распилили белой и это для тех кто любит смотреть на паровозы в вокзал в Венеции и 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 Ну и внутри она точно такая же красивая. Рисунки конечно, ну, серка шикарная. Ну, серка шикарная. Ну, серка шикарная. Вот смотрите, купил я зелье. Зелье я купил монахов-кармелитов. Даже не знаю, что с ними сделать. Наверное, выпью. Ну, а сейчас посмотрим цены на выпечку возле Гранд Канала. Три евро, три евро. Они здоровые, надо сказать, одну съешь, но ешься. Копиться вообще по полторы. Не разоритесь, в общем. Короче, идем вдоль Гранд Канала. Везде сувениры. Сувениры даже снимать неохота. И тут такое, да? Отличная реклама пекарни. Такой фонтан или водопад из шоколада. Улица эта выходит в церкви святого Еремии. Красивая церковь. В общем, вот там вот пекарня. Кушайте булочки с шоколадом. Да, дома, конечно, просто. Вот, видите, как украшены. Еще маска. Мы уже в районе Канарэджо. Видите палаццо Лабия? У него тоже интересная история, потому что богатейшая семья Лабия переехала из Каталонии в Венецию поздно, когда уже все дома вдоль Гранд Канала были построены. Поэтому они дворец построили на этом канале Канарэджо, но построили его так, чтобы маленькая часть дворца все-таки смотрела на Гранд Канал. А мы, кстати, на мосту Гулье или Обелисков, вот один из этих Обелисков, больше таких мостов в Венеции нет. Здесь дома немного другие, попроще. Ну и от этого они не менее милые. И вот, кстати, после дождя вода поднялась. Ну, еще не подтапливает, но может быть уже скоро. А может и нет. Помните, я говорил, что словом канал венецианцы называют только четыре канала? Естественно, Гранд Канал, Канарэджо, вдоль которого мы идем, еще Джудеку и единственный рукотворный канал Скаменцера. А все остальные каналы мелкие, они называют словом Рио. Район Канарэджо, сюда не так много туристов заходит. Ну, потому что, собственно говоря, ограничиваются Гранд Каналом. Но, в принципе, типичные венецианские пейзажи, как раз хорошо наблюдать отсюда. Сан-Джиобе церковь. Ну, смотрите, они все отличные, с таким богатым двориком. Ну, шикарные. Сан-Джиобе церковь. Церковь великолепная, конечно. Но она великолепна своей простотой. Голубей церковь приютила. Сидят, смотрят на людей. Ладно, вот эти голуби. Понятно, но вот тот. Прикольно спрятались. Ну, в общем, вот. Прошли мы весь этот участок. Канарейджо намокли. Но зато получили непередаваемые впечатления мы получили. Реально. Потому что прогулка под дождем, под таким достаточно теплым и под таким красивым улицам. Ну, посмотрите, домик какой. Ну, где ты еще такое увидишь? Ну, в эту церковь посещение надо бронировать заранее. Ну, в принципе, неважно. Что, подойдем к самому краю или не стоит? Ну, и, короче, подходим мы к самому краю Венеции. И тут уже подтапливать начинает. Ну, мы, короче, такие. Идем. Ой-ой-ой. Вода к самым ногам подступает. Успею заглянуть? Да, успел. Все, 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 все. Миссия выполнена. Ракушку выбросила на тротуар. Она закрыта? Она закрыта, там кто-то живет. Не надо открывать ничего. Бросай в море обратно. Пошли на счастье. Тут даже Диачел на лодках, а вы говорите. Венеция. Так, бросаем ракушку обратно в море. Я загадала, желаю. Опа.